Три года и около 500 миллионов рублей. Именно столько времени и средств нужно Красноярску, чтобы создать отдельный приют для опасных животных. С 1 января 2020 года наличие такого объекта обязательно по законам. Вот только сумма для городского бюджета почти неподъемная, да и сроки уже прошли. Единственный выход, уверены депутаты, создать приемник вместе с зоозащитниками и разработать механизмы предоставления субсидий для отлова, чипирования и содержания агрессивных собак. С формированием не только контракта на отлов, но и отдельного контракта на содержание и отдельного контракта на бесплатную стерилизацию и кастрацию на базе вот этих же приютов, что тоже можно сделать, позволило бы нам в ближайшие три года решить проблему с безнадзорными животными. Если реализовать этот вариант, сэкономить получится прилично. Проблему содержания собак город сможет решить отчасти, предусмотрев субсидии в бюджете. Но их нужно учесть в муниципальной программе. Как временная мера на год, для того, чтобы это не подвисло в воздухе, для того, чтобы это не усугубило ситуацию в городе с бездомными животными, это мера действенная, на мой взгляд. Что мы не откладываем, а мы ее уже решаем, и бездомные животные будут все-таки на выдержке находиться уже сейчас. При этом действующий контракт на отлов и чипирование бродячих животных сохранится. Сейчас этим занимаются как раз зоозащитники. Ежегодно из краевого и городского бюджетов на эти цели выделяют по 5 миллионов рублей. Яна Макаренко, Вячеслав Фласенко, Максим Галат, Андрей Крупнов. Енисей. Новости.